всем привет дорогие друзья давно я вообще не захожу как следует на youtube не смотрю ничего не пишу никому не комментируем даже если смотрю и не комментируют смотрю и все потому что я просто страшно занята теперь страшно звонит мне вчера сестра и говорит привет муляен обученными не назвала мулявину потому что в моей солнечной вспышки уже восемь человек у нас тут значит произошли перемены двое девчонок ушли ну надоелом все дети часто так начнут куда не ходить бросят потом я думаю ну чё же не меня вдвоем остались надо найти замену написала объявление в подслужку что требуется дети для участия в детской вокальной группе и на следующий день меня было уже три человека новых потом одна из бывших передумала вернулась обратно и присоединилась еще одна девочка тоже значит одноклассница их имею ввиду и ну и теперь у меня восемь человек я и даже в кадр теперь уместить не могу как следует я их стала снимать ну и я снимаю чтобы хоть смотреть прогресс какой-то ну и каналом завела там отдельный вот если кому интересно подпишите пожалуйста нужно тут не буду публиковать больше видео там буду оставлять их вот и надо же хоть какой-то материал для канала вот я начинаю снимать они не входят в кадр потом мы тут решили принять участие в конкурсах раз сейчас наконец-то все ограничения более-менее снимают конкурсы начались один конкурс идет онлайн ну он такой вот в нашем поселке не из тех которые мне не понравились что мне понятно кто будет смотреть и один такой прямо с очным участием при полном зале ну вот они предварительный этап то не знаю прошли или нет пока результатов нет точных прям таких кто идет кто нет но они не самым лучшим образом вы выступили в своей школе но переволновались да ему мало репетировали песню взяли такую довольно сложную россию мы дети твои волшебники двора и и поют но она конечно трудновато трудноватый текст такой и в исполнении но стану прикольно так она прям для конкурса самое то оно не скучно не нудная там какая не монотонная она интересная но чтобы спеть хорошо песню ее надо спеть тысячу раз вот так чтобы она уже вот надоело прям вот тогда значит они хорошо запомнили но где же мы там за неделю и тысячу раз успели мама и дочку и не знаю сколько распили ура 100 наверно точно а тут не в школе репетировали этап по вечерам прибегали к нам репетировали но волнение взрослые иногда не могут справиться с волнением даже я вот взрослая тетка пошла сильной в того году выступать и все и полный зал ребят и у меня прям три сучка мандраж я аж это не могу вот как сказать не в ноту а вот в тон попасть в тональность я начинаю выше все остановила говорит войти еще раз опять не могу беру где-то там на три тона выше и не могу ничего сделать с собой а тут ребятишки конечно не все конкурсы не очень люблю это нервотрепка такая для детей конкурс конкурс я предпочитал какой-нибудь другой формат ну и все как бы я особо на конкурсы не нацелена так просто что-то ну раз у себя в поселке чужую часть это не принять конкурс это конкурс мы как бы больше на интернет рассчитываем аудиторию в интернете потом сегодня написали про ребяток на странице нашей библиотеки нашей поселковской тоже в общем интересно хоть там люди посмотрят почитают будут уже знать что есть такая группа тоже ведь интересно и приятно им все-таки стимул какой-то что они уже типа там звезды такие про них пишут там еще только газеты договорилась у нас из поселки не упускают газету но возвести договорилась город рядом что там будет тоже про них материал еще про старый состав там сфотографированными ну уже на ходу не стали меня это на как есть такие вполне возможно через некоторое время и о новых напишем в общем я стараюсь изображают у себя продюсера стараюсь распиарить ребят ну никакой я от этого выгоды не хочу не то что там я пытаюсь заработать на детях или что-то просто ну моей дочке нравится выступать и выступать звездить но я думаю что она одна не справится если дело дойдет до того что где-то на сцене пить или что-то она просто затрясется и не сможет мало ли не вовремя ступит слова забудет а тут мне кажется группы ты все равно легче как-то и не так страшно когда их много поэтому вот я собственно говоря группу ты для него набрала ну я правда на такое количество ребят не рассчитывала ну ничего все равно кто-то кто-то придет кто-то походит да и бросит скажет никогда или там чуть еще надоело вот а пока восемь человек и вот я тут все с ними занята была каждый вечер как будто прибегали пили до сынный легкую атлетику пришлось оставить в час тренировки начались я думала она обрадуется она заплакала будет я не смогу я просто не смогу я не хочу опять бежать из музыкалки потом домой потом и спортивную школу но пришлось тренеру написать что мол очень жаль могут придется расстаться так у меня охота было чтобы на спорт бросал ну понятно что ничего не мучить если она не может не управлял все вот вся душа музыки отдана но в принципе для спортсменов у нас особо не было имеют у свою семью там родителей а вот музыканты туда ну может который хорошо вот такие дела я с ними тут вожусь занимаюсь удовольствием не так охота какие-то неинтересные видео сделаю ну вот просто некую даже если я что-то хочу мне хочется подготовиться сделать какой-то такой вот интересный материал пусть там мало будет просмотров ну зато его хоть интересно будем делать так я не могу это же надо сесть прочитать там как-то более-менее в голове текст составить потом там картинки наложить на видео и все такое но мне сил нет ну что не знаю когда освобожусь отпуска не видать даже ничего о нем мечтать вот пока так будем нет передали зимнюю эстафету канал тысяча один эпизод за что большое спасибо когда я на него буду отвечать ничего не знаю там ему ответить на пять минут опять думаю как тоже охота красивой сделать и не просто вот как я все люблю вот настоять вот все некогда да некогда вот и на этой оптимистической в кавычках ноте и я заканчиваю свое видео всем удачи ребята всем хорошего настроения всем пока